Он кормил всю зиму, ел он четыре раза больше, чем самка. Мужчина за кадром объясняет волонтерам причину страшной худобы косолапого. 15-летний Ерема не спал всю зиму. Из-за бессонницы и без того характерный медведь сильно истощал и стал нервным. Почему самка такая, вроде откормлена, а и он почему нет? Ну, во-первых, он не был спячки в эту зиму. Самка спала? Да. Медведица Маша живет в соседней клетке. Она чуть упитая, не даже шерсть выглядит более здоровой. Хотя этой косолапой старушке уже 25. Маша и Ерема живут в поселке уже много лет. И большинство дачников такое близкое соседство с дикими животными не пугает. Большинство уже успело свыкнуться, что через забор от них живут бурые медведи. Вольеры на дачных сотках когда-то стали спасением для этих диких зверей. Сначала здесь появилась Маша. Прежним владельцам после закрытия ресторана медведица оказалась не нужна. Похожая история и у ее друга. Малышом Ерему оставили на передержку, да так и не забрали. Нормальные мишки, на них все ходят смотреть. Как бы даже с детьми приходят. А вам не страшно? Не страшно. Они, по-моему, даже и зимой гуляют. Он их отпускает, мы пару раз видели. Не страшно. Почему? Они же дрессированы. О точных медведях под Красноярском стало известно из соцсети. Горожане подумали, что голодных животных бросили на дачи. И даже написали в Росприроднадзор с просьбой разобраться. Ведомстве ответили, что диких зверей могут изъять. Но только по решению суда. Позже выяснилось, что владельцы у мишек есть. Но содержать косолапых сейчас стало трудно. На помощь пришли волонтеры. В природу их не выпустить однозначно. Есть питомники, в которых проживают медведи. То есть в Подмосковье есть большой питомник БИМ. Там более 60 медведей содержится. Там, конечно, условия совсем другие. Здесь попробуем по максимуму сделать все, что можно. То есть обустроить ему на зиму берлогу, обустроить больше вольер хотя бы в два раза. То есть в районе 100 квадратов нужно. Строительство вольера обойдется в несколько десятков тысяч рублей. Решив завести дикого мишку, о тратах и последствиях, люди задумываются редко. Как только косолапый начинает подрастать, его пытаются сдать в зоопарке. Каждую весну звонят и предлагают спасти, забрать от 20 до 50, представьте себе, медвежат. Конечно, во-первых, зоопарк не может принять столько. Вообще не может принять. Самое главное, нужно позвонить по телефону в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края, сообщить об этой ситуации. И дальше они примут решение. Чтобы Маша и Ерема не голодали, сердобольные красноярцы несут волонтерам килограммы овощей и фруктов. Но просто откормить косолапого мало. После бессонной зимы изможденного мишку теперь нужно еще и вылечить. Анастасия Тиль и Иван Дорофеев. Енисей. Новости.